26 декабря буквально за вечер смотрите что натворила погода с волгоградом у меня вчера синий голубь сидел там тут растал его нету похода опять братец сова свое дело сделал мы посмотрим может и живой остался скорость ветра волгоград скорость ветра волгограде сейчас волгограде ветер юго-западной со скоростью 10 метров в секунду 10 метров в секунду осадки 7 89 процентов влажности но температуры но получается опять погода нелетная уже который месяц подряд вот такая песня сделаем по-другому мы сейчас как ей нравится бегать по снегу да хорошо по снегу бегать дурочка моя сейчас площадка зачешу и опять как всегда выпущу голуби пока на паузу поставлю что такое рано прямо такая мощная опять винилин и опять пробил конкретно тут походу лучше мне шоу наверно ставить скорее всего поставлю шоу нет поэтому притормажу я пока ну вот видите вчера как обработал тут уже рано как бы открылась от него значит с обратной стороны сейчас там посмотрим там у нее нормально все затянуло все ништяк то есть там просто намажем так значит здесь надо мне фиксировать крыло чтобы он не закрывал она не закрывала берем обыкновенно канцелярской резинку через ноги то есть вот так мы его фиксируем чтобы она не могла брак это дат как бы вырвать крыло потому что ей больно значит надо будет я сейчас еще пинцет возьмем надо будет вот эту все снимать раночку опять вот она так поставь на паузу сейчас как так друзья мои ну то что прибора надо спиртом обрабатывать то есть тогда инструмента там что иголку надо обрабатывать тут ну нету спирта хотя возьмите там этот водкой обработайте значит на надо вот эту шкурку опять аккуратненько снимать не сейчас у нее видите вот это рано надо будет снимать на это я много времени не хочу потратить показать вам то есть вот это же рано сухую надо аккуратненько вытащить оставить да у него там и гематома конкретно вот это у него придавил гаденыш сейчас наверно на паузу поставим перекись друзья мои но опять вот керри перекисью капаю но тут рано сквозная перекись вовнутрь уходит надо будет потом переворачивать мне снутри что все вытекло вот эту раночку старое учет я вчера плохо разглядел обычно такие ошибки я не допускаю ну вот так как он сейчас перекись будет ну чуть-чуть минут 5-10 надо будет подождать пока перекись смягчает вот эту раночку потом его вот он начал уже пениться аккуратненько аккуратненько его надо будет как бы снимать все это я сейчас пока на паузу поставлю не буду зачищу и покажу потом на это не будем время тратить друзья мои вот опять видите перекись самообрабатывать это все надо будет убирать я уже раночку полностью открыл там изнутри уже почистил там она в глубь уходит дырка такая хорошая то есть его надо будет вот так вот перекись над надеть чтобы она пенилась то есть вычистила все вот этот осталось чисто такое после этого уже высыхаем то есть я уже перевернул и так по почистим все порядке вещей опять сушим полностью сушим сушим значит опять наш винилин его внутрь прямо полностью 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 мажем так но здесь рано как бы не очень большая одного-двух швов достаточно то есть можно делать пару швов можно вот один шов затянуть ну можно парочку но я поставлю на всякий случай парочку то есть как бы этого достаточно значит иголку уже простерилизованно нитка щелковая должна быть берем зашиваем бояться не надо все мы когда-то первый раз что-то должна делать так единственно неудобно и снимать и и и и и и показывать то есть нам то я бы я бы поставил чистый вот так значит после этого из Узелочек, затягиваем рано. Ой, блин, неудобно. Да, вот когда делаешь чисто для себя, все нормально. А вот как на показ, ни хрена не получается. Вот, сейчас отрежу. Ну короче, суть поняли бы, что надо делать. Сейчас я поставлю, удобно. Зашу, сын поддержит, я зашу, потом покажу. Поставлю на паузу. Так, друзья мои, ну пришлось 4 шва поставить. Я даже поначалу думал, одним избавлюсь. Ну нифига, надо было 4. Сейчас опять вот винилен, опять намажем. Да, старость не радость. Аж спотел, видишь, вот сними меня. Как настоящий доктор. Переживаем. Сентиментальным становимся годами. То есть, раночка надо хорошенько намазать винилином. Ну, у нее гематома, видите, вон, докуда. Вот это у него порвал, скотина. Бедолага. Ну все, на паузу поставали. Ну, после этого резинку убираем, все, чтобы она могла спокойно двигаться. Все, на паузу поставим. Так, друзья мои. Вот она моя. Оп. Жить будем? Будем, конечно. Сейчас дверь открою. Ты моя солечка. Ты моя хорошая. Раненая. Ну, сейчас эти курьи выпустим. Пусть выходит. Ну, погода, видите, какая. Пусть выходит, как бы очистил. И вот этот свежий воздух. Все вот это им надо, друзья мои. Надо, надо. Солнце, воздух, вода. Меня лачалке тоже. Мелачалкой тоже. Ну, черный голубь, тоже такой же дебил, с креста вина кое-как спускается, из этой же серии, что голубка, так. И стоит несколько дней их не выпускать, они уже начинают голубятни бомбить. Ну, у меня бомбят они по-другому, они вверх тянут, потолок упирается, они бьют и падают. Если бойный голубь, правильная игра, бойного голубя не имеет значения, столбик или потяжка, то есть тяга, он должен вертикально себя тянуть вверх. Вот это бой бойного голубя, он не имеет права вниз бить, ну, вот он сам попер. Ну, пошли. Тошли с молодых. Ну, что, давайте в небо. Я же не выбираю, фу, блин. А там Толик, да, у тебя выставил ролик, по-моему, Арсеновский ролик, когда тоже первый снег поднял, говорит, как Николаевские стоять. Да, они, да, и должны стоять, как Николаевские, дорогие мои. В общем, ну, здесь ветер сильный, он их очень быстро унесет. Только здесь 11 метров в секунду ветер. Двор почистили, но улицу еще не почистили. Сейчас выйду, посмотрю, что там на улице творится. Вон, а видишь, сколько снега. Упа-разь. Где курочки? Вон они курочки. Вот так. То есть, по-моему, да, ветер еще и сверху давить. Но это максимально приближенно. Также туман, снег, друзья мои. Но ничего не мешает лагуна. Кто хочет, тот гоняет. Это что такое? Это дикарь. Итютни, или как там оно называется. Ну, что, на паузу поставлю. Придет братец, да, их уже и, по-моему, так не... А вот они, да. Придет братец копчик. Попробую я их поснимаю. Нет, так нет. Все, на паузу пока поставлю. А, нет, эти вон выскочили. Подженатый верх. Э, чудики, давайте. Там же сидеть невозможно. Тут молодняк, пищалки, без радости. Вон, какие вы были на улице. Первый раз тоже пошел. Придет, придет, пропадет, да и боксим. Чего мне плакать за ними. Вот этот, который вот там, внизу сидел. Вот, наподобие этих. И пошли. Тут кто-то сидит. Лентяй. Давай. Вверх. Вверх, вверх. Ну, все. Да. Ну, тех. Что-то я уже и не вижу, куда у них унес ветер. Представьте, вот сейчас, 10 метров в секунду ветер. Это, если переводим на скорость, 36 километров, против них ветер. А летит, как будто и ветра нет. Представьте, какой скорость развивает птица. Вот, как прет против ветра. Офигачит. Они еще успевают на хвост падать. Они еще пескутят, невзрослые птицы. Тоже, стоит долгий при таком ветре. Был бы опасность, не сыграл. Значит, курчика нет. Идите, он опять. Как всегда. Хромой мой. Давай. Давай-ка, мой грудь. Так, фитринсы. Так вот эти не умеют прыгать. Тут мелочи. Офигачалки еще даже не тратят. Ладно, на паузу поставлю. Посмотрим, что-нибудь получится. Найки. Ой, друзья мои. Ну, смотрите, при таком ветре птица-то вся ушла вверх. Вон, скидывают сверху. Вон она. Вон они. Разноброс. Вот, они садятся. Не знаю, ну, должен я их зацепить. Некоторых. Основная масса, вот тут толпа. Она ушла вверх. Опять-ка надену, посмотрю. Что-нибудь я вижу. Ну, вот, два, третий ряда. Два, третий ряда, четвертый час. Вон она там. То есть, это как бы максимально приближенный вариант. Я их не вижу на экране. Может, он мне показывает. Это уже, да, а вот, спустился, вот, видите, реальность. Они сверху себя камнем скидывают. Вот один, вот второй. Представьте, какой. Вон, пятый скинул скинул себя, его не было. То есть, птица вся покрылась. Вот этих, которых всех выпустил, все покрылась. Это вот та голубка, которую в прошлый раз копчик хвост вырвал. Чернохостые шеи на яйцах, на птенцах, по барабану. Все равно в небе. Хорошо. Те вон они. Один. Двуя так. Хорошо. Ну, друзья мои. Это все результаты, которым можно добиваться. Только для этого надо заниматься. Заниматься, заниматься, еще раз заниматься. Даже при такмометре выход столб дает. 10 метров в секунду, я говорю. А если на скорость переводим, получается 36 километров в час скорость. И говорят, у нас голуби максимум 50. И так. Ну, какой нафиг 50, если он и 100, и 120 выдерживает? Какие там орнитологи мерили, или что там делали? Практика-то другая показывает. Другие совершенно. Кто гоняет, он меня прекрасно понимает, о чем я и говорю. Ну, у кого птица сидит Валера, он, конечно, этого всего не поймет. Пока на паузу поставлю, дождусь. Так, друзья мои, ну, хотел на улицу выйти, снимать. Видите, уже сами резко сверху попадали вниз. Вся эта толпа, это вот первых которых поднял. Все, наверху же птица, наверное, нет. Где он один там есть? Одного вижу. Остальная вся, вот она. Внизу, тут и белочевки все. А это белокрылый голубь, который тоже соворвал. Вот он, красавец. Давай, покажи, кто ты такой. Свобода, 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 свобода. Вот они. Курочки мои. Видите, ну, это все реально. Вот тот, который наверху был, скинул себя. Делай какой-то, даже помолоктал. Ой, что-то. Вот это. Ну, влажность около 90%. Скорость ветра 10 метров в секунду. Снега сколько там завалило. Да, друзья мои, и зарядку уже не выдерживайте. Все, надо на зарядку поставить. В общем, завалилось столько снега. Ну, птица в небе. Вот к этому, дорогие мои, надо стремиться. О, на какой высоте стоит долбит. Чудик мой. Ну, давай. Давай, давай. Ладно, сейчас поставлю на зарядку. Пусть заряжается, а то не помогает уже зарядка. Может, что-нибудь еще прибавим. Да, в принципе, и что прибавит. Вот она. Птица летит, я кайфую. Желаю то же самое вам. Чтобы вот так же кайфовали. Видите, даже скинули. Но не падает птица, летит внизу. Походу, там была атака, и они резко себя вниз. Скинули. Теперь будет вот так мотаться. Сколько полетят? Час, полтора, два, полчаса. Да, боксинг. Главное, что они летают. Ну, все. Всем удачи. И хорошие птички. Чтобы не завидовали других, а как повали. Ведь когда человек завидует, тогда у него нет ничего. Когда у него все в порядке, он никогда не будет завидовать. Вот обратите внимание, я же никого не завидую. Я завидую только дедушкам, у которых есть маленькие внуки. И то добрая зависть. Хочу, чтобы сыновья тоже поженились. Родили мне внучат, внучку. Чтобы была жизнь поинтереснее. Вот единственное, чего мне не хватает. Так что, друзья мои, без зависти, с удовольствием. И эти тоже шпангалитики. Эх, клоуны. А, это вот тот песок, который на крышу полетел. Видите, спустился, не пропал. Это вообще мелочерка. Оп! 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 На снег поражает. Давай. Давай. Ну, как их вытаскивать. Ну, все, друзья мои. Удачи всем. И получи. Вот этот мой хоровой щас шелкнул. Ну, ветер, понимаете, какой ветер. Тут даже и по деревьям, и по звуку слышно сильно. Птица летит, ему по барабалу. Ветер, снег, туман, копчик, толка, та, десятая. Ничего не мешает. Кто хочет, тот гоняет. Хорошо. Ну, все. Всем удачи. Давай, ну, уже подзелезил камеру. Те еще пока летают. Ну, те скинули, уже столько скинули. Я что-то посмотрел. Белой голубки вот этой бешеной нету. Все в небе. Вот, как бы, вот так получается. Вот, видите. Ничего не мешает. Абсолютно ничего. Кто вот хочет добиваться результата, у него эти результата будут. А кто будет виновных искать на стороне? Да, он найдет виновных. Хотя сам является виновником. Вот он, спингалетики тут. На улице хорошо, неплохо. Вот это та голубка, которая уже попалась на лапу копчика. Что-то ворона каркает. Сейчас на паузу поставим, может. Может, может, будет атака. Сейчас на улицу выйду. Да, тут еще такой звер на меня кинулся. А? Да я этот, собачку твою снимаю, убежал. Да. Ну, что-то ворона каркает. Ну, не вижу я копчика. Видите, сколько время прошло. Жить двор почистили. В общем, нету, нету, не вижу я его. И голуби вон они летают. Ну, где-то он должен быть. Вон там куча ворон. Где он копчик-то, не могу понять. Не могу понять. Он должен быть здесь. Они просто так каркают. Толпа. Походу, отогнали они его. Ну же, но это вот цыпочки мои. Наверное, будет садиться, скорее всего. Да, есть что-то где-то как-то. Но не вижу, я не вижу. И голуби как бы спокойно. Но это, скорее всего, титер будет. Наверняка. Потому что, если был бы сарсан, ворон они поднимаются выше. Ну, это вот чудики мои. Вон они. Вон они, вон они. Ну, видите, так это с места опять срывается. Я вообще не пойму. Карка не есть, они не просто каркают. И вот видите, на одном месте, где-то он там. Ну, где бог его знает. На небе же я его. А, вот он, вот он. А, ну вот, вот, вот он опять пришел. Вот этот, скажите. Ну, вот этот дурачок, который с колокольчиками. Вон он. Я же говорю, они просто так они каркают. Вот он. Пошел на ту крышу сел. Вот он сидит. Ну, подождем, ладно. Ну, видите, друзья мои, опыт, опыт, ничего лишнего. Вот он опять пришел. Все, на паузу поставим дождись. Момент такой красивый. Ну, голубей-то по барабану как бы. Не по зубам, а не ему. Вот теперь, вверх, резко сразу. Хотя на посадку как бы шли. Вот тоже, тоже, тоже. Ладно. Жалко будет упустить этот момент. В общем, там ребята говорили, говорит, наверное, пропал он. То, то, да нет. В общем, понял, что не по зубам. Прекратил он какой-то момент. В общем, да. Ну, птицу лезла все. Опять вверх, 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 вверх. Ну, видите, друзья мои, что бы я ни говорил, закрепляю фактами. Просто факты, а не факты. Ну, многие ребята бесятся, дорогие мои. Ну, беситесь вы. Это опыт. Наоборот, учитесь, учитесь. Поможет все это. Ну, она, птичка в нем. Ладно. Поставим на паузу. Поставим на зарядку. Будем ждать. Уродика этого. Посмотрим, может, придет. По-моему, туда сел на дерево. Или боги узнал. Ладно. Успею зацепить. Вот она, птичка в небе. Небе, небе, небе. Вот они. Тумане. Так, все на паузу поставлю. Так, друзья мои. Ну, по-моему, все там. Ворону отогнали. Это вот для деговани. Вы сами видели. Очень много вот ребят рассказывают. Вот он идет, берет с земли. И пошел, друзья мои. Ну, я только что показывал. Да, видели, как он пошел. И ни хрена никого не взял. Если птица подготовленная, он ему ничего не может делать абсолютно. Абсолютно ничего. Не бойтесь этого. Просто надо чуть-чуть еще в природе понимать. Не просто свои законы придумывать, да, чтобы обязательно возьмем. А есть законы природы. Ну, вот опять что-то, по-моему, вверху ходят дураки. Не хотят садиться. Как бы, вот так получается. Хорошо. Ладно, сейчас пока на паузу поставлю. На посадку уже должны будет пойти, потому что, ну, как бы, время дни немаленькое прошло. И поднял я не пять штук и десять штук, так учатся. Ну что, ну, там уже попадали, сидят. Ну что, видите, будут. Ну что, и вот, даже обратите внимание, я там покарканный ворот, ворон, по местонахождению ворон сразу сказал, что это тетер, это не сапсан. Потому что вороны были ниже, не выше. То есть, когда у тетер ворона, это сапсан, вороны, они наверху начинают работать, потому что сапсану наверху. Они точно так же и на сапсана кидаются, и на орлов кидаются, и на голубей кидаются. Точно так же. Ладно, поставлю на паузу, поспускается. Да, по-моему, эти балбеси еще вверх уходят, вместо того, чтобы вниз пойти. Это вышел, думаю, посадку с улицы сниму. На улице нахожу. Видите, какой снегопад. Многим так завидно будет этого снега. Как я тогда умею, чтобы смотрел, я говорю, завиду я тебя, дорогой. Вот они. цыпочки мои. Даже хоть и ветер, хоть и то, все равно должны будет раскрываться, потому что это у них в генах. Ой, это у них в генах, и бой на птицы обязательно должна бить. Вот как она тянет там. Ладно, поставлю на паузу, даже за все. Так, друзья мои, мы пошли на посадку уже. Камера срывает ветер, назад давить, а сейчас против ветра стою. Обратите внимание, при таком ветре, как птица легко держится. То есть, кто эти вещи понимает, он понимает. Кто не понимает, ему без ноги говорят. 36 километров в час против него работает ветер. И он как спокойно. Видите, на месте стоит. И вперед идет. Все умудряется и пить. Пошли на посадку. Вот. К великому сожалению, многим, друзья мои, это факт. Этому надо придержаться. Вот, пошли на посадку. Это, по-моему, одна пера и галлотка. Она упасит по полной, сейчас, видите, при ветре меньше. А эта мелочь, вот он даже на хвост падает. Уживеняет. Вот он, вот он, счастье какое для детей. Видите, как играется в снегу. Что, нравится снег? Надо снеговикам налепить. О, красавица. Видите, по-моему, опять поднимается. Ну, все, друзья мои, я уже замерз, пошел, да. Всем, всего самого наилучшего. Да, вроде, этот урод пошла на посадку. Посмотрим. Ну, давай, давай. Ни хрена не идет она, дурочка. На яйца сидит она. А второй шпингалетик с ним. Линдок, что это такая? Выпустит тебя? Давай, выпушете. Так, ну вот, садится она. Один вон сел, написал. А эта дура садится. Там еще белой головки этой бешеной нету, но я ее ждать не буду. И других так же. Ну, все, удачи всем.